Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы будем делать расклад. Расклад на три позиции. И тема расклада такая. Каковы тайные причины поведения человека? Если вы видите, что человек ведет себя не совсем естественно, или вы видите, что человек, например, сторонится вас, может быть у кого-то обратная ситуация, и человек, наоборот, впадает в агрессию какую-то, потому что сейчас пришло время весеннего обострения, и многие, кто действительно не в ладах с собой, у кого расшатанная психика, они сейчас проявляют себя во всей красе. Кто-то, наоборот, замыкается в себе, кто-то пытается выплеснуть свой негатив или свой позитив, внезапно возникающий на окружающий мир. И если вы понимаете, что у вас есть вопросы к поведению человека, если вам кажется, что либо что-то затаил, либо у него есть какие-то тайные цели, либо тайные причины для того, чтобы так происходило именно в ваших взаимоотношениях, в его жизни, то, соответственно, это мы и будем рассматривать. Поэтому тайные причины поведения человека. Может быть, его кто-то подбивает на то, чтобы так себя вести. Может быть, ему нужны деньги. Или, может быть, человек там сдурел от безделья, поэтому ведет себя именно так. Вот эти позиции, в принципе, сегодня нам ответят на то, что происходит. Если вам кажется, что, например, какие-то несколько причин или слишком много причин у человека, то вы можете загадывать и две позиции. То есть вы можете выбирать там первую или вторую, или третью и первую, как угодно, как вам нравится, как вы считаете нужным, так вы и можете выбирать. Я, соответственно, буду открывать в том порядке, в котором нужно посчитаю. Первая, вторая, третья позиция. Колода суслик, древний свиток и, соответственно, здорово золотой нити. Но я вам могу еще сказать определенные моменты. Вы спрашивали, как себя ведут колоды. Вот так себя ведут колоды. То есть здесь, видите, на колоде, на некоторых картах остаются следы от пальцев, остаются следы от рук. Я, конечно, пытаюсь это периодически все протирать мягкой тряпочкой, но все равно вновь и вновь, поскольку колода постоянно находится в работе, эти следы остаются. Пока что, если говорить о том, обтрепывается ли золото с этой колоды, но пока могу сказать, что особо ничего не обтрепывается. Есть одна карта, но я не могу вспомнить, то ли на ней изначально было немножко стерто, то ли это в процессе получилось. Но в любом случае на ткани, на скатерти, на черной особенно, очень часто я вижу то, что осыпается с колоды. То есть когда мы видим вот такие какие-то мелкие, конечно, скатерть чистится регулярно, но когда мы видим вот такие вот мелкие всякие белые или серебристые точечки, это либо бумага, которая крошится при тасовке, либо если колода у нас с серебряными, золотыми обрезами и так далее, с них могут облетать блестки, поэтому вот такой эффект создается. Но это просто для торологов или для тех, кто хотел приобрести какую-то колоду и не знает, как она себя будет вести. В процессе работы даю обратную связь по этому поводу. Для тех, кому неинтересны говорилки, я всегда говорю, перематываем, смотрим расклад. Сегодня три позиции, выбирайте и начнем мы сегодня с позиции номер 2. Она у нас будет первая по порядку открытия. И сейчас мы будем рассматривать, каковы тайные причины поведения человека, именно того поведения, которое человек показывает на сегодняшний день. Во-первых, в целом посмотрим ситуацию. Но знаете, здесь вот человек то ли ищет помощи, то ли может слишком навязчиво пытаться предложить свою помощь вам или окружающим людям. Карта в хорошем смысле, потому что у кого-то это в позитивном ключе идет, у кого-то в негативном. В позитивном ключе карта может говорить о том, что человек может записываться волонтером, что человек может идти и стараться делать добро людям, поддерживать их каким-то образом, оказывать безвозмездную помощь и поддержку. И здесь человек опять же может как-то вот, знаете, быть движим разными мотивами. Для кого-то это просто жизненное кредо такое, когда я помогу всем, делая добро и бросая его в воду. А для кого-то это попытка получить какую-то выгоду, какую-то репутацию, какие-то другие моменты, но тем не менее все это скрыть под такого рода, да, помощью и поддержкой. Другие по этой карте, и вы сами будете знать, что это в вашем случае, потому что расклад общий все-таки. Здесь может быть такая ситуация, когда человек пытается получить поддержку, причем он постоянно является не донором, а реципиентом, то есть он не дает обратной связи, он постоянно пытается, помоги мне, сделай то, купи то, пойди туда, поддержи меня, да, я тебе в жилетку поплачусь и так далее. То есть человек может быть постоянным реципиентом, постоянным вампиром, когда он может требовать поддержки и жить вот в этом ключе, когда ему все должны или когда все его должны поддержать. Давайте посмотрим, каковы здесь тайные причины могут быть именно этого поведения. Ну, во-первых, здесь человек считает, что вы слишком социально обязательный. То есть вот бывают люди разгильдяи, которым что ни скажи, какие правила ни установи, они на них плюют и живут своей жизнью, и вообще их не колышет, у кого какие правила. А вы человек, который либо зависит от мнения социума, либо вы за какую-то правду, за справедливость. И он пытается давить на вот эти моменты, то есть называется ничего-ничего. Я же знаю, что Надя у нас обязательно, она сейчас пойдет и сделает, для того, чтобы не казаться плохой, для того, чтобы понимать, что она непогрешима, как жена Цезаря, для того, чтобы она сохранила свою репутацию, прежде всего, перед самою собой. И здесь есть еще один нюанс. Здесь может быть влияние третьего лица женщины, знака земли или огненного знака, которое его пилит и которое постоянно говорит, делай так, делай так, делай так. То есть здесь может быть серый, а может быть и не совсем серый кардинал в этой ситуации, который его сподвигает вот этого человека, его или ее, на ту деятельность, которую проворачивает, на то поведение, которое человек показывает. Также есть ощущение не столько внутреннего, сколько уже внешнего неразрешенного конфликта. И человек на адреналине, он хочет идти на какой-то конфликт, ему нужна какая-то встряска, ему нужно либо получить человеческое внимание и энергию извне, со стороны откуда-то, но потом, опять же, исходя вот из того, что здесь мы видим, человек может пытаться и свою энергию сбрасывать. То есть ему нужна какая-то площадь, какое-то пространство для проявления своей агрессии. И ему сейчас удобно искать повод и выплескиваться по этому поводу. Если говорить о том, что в делах человек хочет быть хозяином положения, вы знаете, называется «Вы мне помогите, но как вы это будете делать?» «Буду командовать я». И называется «Я, я, я» – это не последняя для него буква в алфавите, это первая буква, и здесь желание подавления окружающих. Называется «Я тебе буду помогать, но я буду помогать так, как я хочу, и мне все равно, хочешь ты так или нет». То же самое, когда вы мне помогаете, но помогайте так, как я скажу, а не так, как вы имеете возможность. Это вот определенное качание прав, и в этом есть определенные двойные стандарты. Но причиной всего является конфликт человека и попытка выплеснуть агрессию. Человеку надо где-то стравливать яд. И человек ищет вот этот плацдарм, он ищет где он или она это может сделать. Давайте на месяц перспективу. Ну, вы знаете, здесь конфликт никуда не девается. Возможно, человек просто сам по себе такой вот раздражительный несколько, который любит поругаться, любит поговорить, любит как-то вот выяснить обстановку. И здесь мы видим, что человек более того способен нанести удар в спину. И он это способен сделать от страха. То есть он даже то, что ему досталось даром, не отдаст в этой ситуации. Имейте в виду, что человек будет опасен в ближайший месяц. И если вы боитесь, что человек может каким-то образом вас подвести, подставить и может каким-то образом вам навредить, то желательно минимизировать вот это общение, которое может здесь возникать между вами. Давайте для вас попросим предостережения и совет. Ну, смотрите, вообще вам лучше всего сейчас воспринимать этого человека как шута или как того, кто менее зрелый, чем вы. Что это означает? Это значит, что искать подход через логику, разговаривать, стараться взывать, допустим, к закону, стараться взывать к каким-то договоренностям. Это все будет бесполезно. То есть даже если вы сейчас будете привлекать органы власти, если вы будете трясти юридически обоснованными бумажками какими-то, на человека это не произведет вообще никакого впечатления. Если есть у вас возможность относиться как к Иванушке-дурачку, да, вот так вот посмотреть, сказать, ой, слушай, давай беснуйся там сам, на тебе конфету, иди в задницу. Вот это лучший вариант, потому что, конечно, до человека сейчас достучаться практически невозможно. Человека заклинило вот на этой конфликтности, которая есть у него, особенно если есть вот эти третьи лица, которые подогревают в данном случае вот эту агрессию, это странное поведение. Поэтому постарайтесь относиться, ну, вот как-то, причем не с иронией, жестко как-то шутить или добавлять сарказма здесь не надо. Постарайтесь просто отшутиться как-то по-хорошему и пока отодвинуть, если вы не хотите разрешать этот конфликт, отодвинуть его, потому что конфликт вот здесь продуктивным не будет вообще. Постарайтесь пока что следовать поговорке «худой мир лучше доброй ссоры», потому что в этом случае даже какой-то худой мир, вот такой вот, да, он очень даже полезен пока что для вас, потому что человек не в состоянии адекватно слышать, адекватно воспринимать то, что вы можете этому человеку информационно дать, то, что вы можете ему сказать, потому что для него любое ваше слово, любое ваше действие, оно является призывом к конфликту. Вот такая ситуация. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте посмотрим, что у вас по этой позиции. В плейлисте «Обзоры колод и оракулов» все колоды представлены, обо всех рассказано, поэтому вот тем, кто спрашивает, перейдите, пожалуйста, в плейлист, посмотрите, обо всех колодах очень подробно есть обзоры, которые в общих раскладах участвуют на канале. Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что если, допустим, несмотря на какие-то ограничения, человек сейчас работает и продолжает работать, то для него то, что происходит, может быть решением каких-то рабочих моментов. И здесь сказать, что есть какие-то очень жесткие, тайные, да, вот причины, какая-то тайна, какие-то подковерные действия, наверное, бы я не стала об этом говорить. Скорее здесь какая-то дурость или просто желание. Вы знаете, дух противодействия бывает, когда ты человеку слова, он тебе 10. То есть вместо того, чтобы услышать слова, остановиться на этом этапе, человек продолжает пытаться дожать куда-то эту ситуацию. Причем куда, сам человек, наверное, особо и не представляет, куда он эту ситуацию вообще дожимает. И дожмет ли он ее, и получится ли у него, непонятно. Но если человек тяжело работает, или у человека реально есть какой-то завал по делам, что-то делает руками, может быть ремонт сейчас делает, может быть пытается закончить какой-то там ремонт машины, например, или пытается довязать, дошить что-то, дорисовать, дописать какую-то картину или что-то подобное, то тогда человек просто вот в этом рабочем процессе, он так увлечен, что может не замечать того, что происходит вокруг. И в целом здесь больше какие-то случайности, я бы не сказала, что здесь тайные какие-то ужасные причины, здесь скорее просто вот случайности и какая-то неловкость, когда человек просто поторопился на каком-то этапе, сделал не то чтобы неправильный, а какой-то неуклюжий шаг, и в результате случилось то, что не предполагалось. Вот и все. Я не вижу здесь каких-то очень больших тайных причин, раз мы уже начали смотреть на эту тему, естественно, мы посмотрим все-таки. Кто-то прямо в работе, в деньгах, в финансовых каких-то разбирательствах, в заключениях договоров и так далее. Я не вижу здесь, чтобы реально у человека были тайные причины. Скорее всего, вы абсолютно четко видите и знаете все причины. И по большей части, по этой позиции, выходят люди деловые, неплохие люди выходят, которые занимаются просто своим делом и называется, помогать мне не надо, вы лишь бы не мешали. Вот такая может быть позиция у человека. И в целом здесь есть, может быть давление начальства или кого-то из старших, которые просят его вести себя по правилам, или которые давлеют над ним. Вот такие моменты есть. Но они не тайные, они явные. То есть вы можете видеть, что, например, позвонил там завоотделением и сказал, что ты сегодня выходишь на работу. И человек собирается, идет на работу, например. Позвонил Петр Иванович, начальник, сказал, слушай, Федя, собирайся, давай выходи, тебя машина там уже ждет или чтобы через 15 минут был. Вот такие вот моменты могут здесь быть. У человека каких-то тайных на душе камней здесь вообще нет. Есть какие-то решения финансовых вопросов и может оказывать еще влияние на ситуацию мужчина старше 40-45 лет, знака земли или огненного знака, Овин может быть еще, который пытается с ним решить финансового характера некие вопросы. Как будет развиваться ситуация далее в течение месяца? Ну, вы знаете, она как будто бы плавно подходит к завершению у этого человека в течение месяца. Но передышка будет недолгой, потому что здесь карты говорят о том, что у него состояние может затянуться, когда он вдруг ни с того ни с сего может уйти в себя или попытаться уйти из отношений, потому что для него как-то все сложно, да, вот то, что происходит. И он предпочтет не решать какие-то проблемы личного характера, а уйти больше в проблемы и дела рабочего характера. Для него это сейчас более гармонично. И ему этого больше хочется, вот как-то так, ложатся здесь арканы. Но вообще вот, да, если пока что из просмотренного первого и этого варианта делать выводы какие-то, то здесь мы видим человека вот такого, который не имеет особых тайн, больших. Не то, чтобы его жизнь как на ладони, но он особо и не скрывает то, что происходит. Ну, если говорить о том, что вам не надо делать, то не надо пытаться положить себя на алтарь его работы, называется. Если мой милый идет на работу там к пяти утра, я встану в четыре. Живите своей жизнью, не приносите тех жертв, о которых вас не просили. То есть, если вы по своей инициативе сейчас будете говорить, да я же для тебя, да я вот для тебя и тапочки в зубах принесу, и педикюр там зубами сделаю, и что только не сделаю, вот понимаете, он перестанет это ценить. Называется, а я тебя что просил, ты сама хотела, ты сама хотела, сама делала, что ты от меня теперь хочешь. Но здесь вот заметьте, что у нас из семи арканов, которые выложены, четыре это старшие арканы, это важные карты, и из младших арканов тоже достаточно солидные такие карты вышли. То есть, человек достаточно серьезный, у него четкая жизненная позиция, и ему не надо каких-то лишних жертв. Вот здесь ключевой момент называется, не надо мне помогать, ты по крайней мере не мешай, это будет лучше всего. И опять мы смотрите, видим градацию, здесь как будто бы серебряные карты, а здесь уже золотые, интересно смотрится. Что делать? Что делать? Если вас что-то не устраивает, расскажите человеку о своих страхах, и устройте ему, вот именно, знаете, во-первых, либо свое отношение кардинально к ситуации, поменяйте, и смените на 180 градусов вектор вашего движения. И если хочется сейчас взорваться, взвесьте сперва все за и против. Ну, а также карты говорят о том, что если вам хочется, ну, что-то вот себе какую-то вкусняшку, какую-то в дом, может быть, штучку интересную, там, новую микроволновку приобрести, или какую-то тарелочку красивую, или бокалы какие-то, которые будут радовать ваш взор, сделайте это, сделайте что-то для себя. И тогда, возможно, большой бум, который уже назревает, он обойдет просто вас стороной в этом случае. Займите себя другими делами, но если вы понимаете, что вас уже категорически не устраивает ситуация, и вы созрели для того, чтобы человеку сказать о том, что с вашей стороны здесь есть, и о том, что вы предполагаете, чего вы хотите в этой ситуации, то возьмите и скажите. Здесь тоже ничего ужасного нет, потому что если человек со своим деловым складом характера будет понимать, что с вами, что вас не устраивает, чего вы хотите, наверное, все-таки здесь процесс пойдет лучше и легче. Может быть, не сразу, может быть, человек обдумает, может быть, человек взвесит все за и против, но потом он может прийти к какому-то более-менее логическому решению того вопроса, который сложился у вас. То есть да, здесь пока что я не вижу каких-то супер глобальных проблем, и все ваши попытки вот легко как-то аккуратно манипулировать человеком, они не дадут никакого эффекта здесь в этом случае. То есть здесь ложатся карты, которые говорят о том, что хитрить как-то, допустим, говорить о том, послушай, ну ты же должен, ты же взрослый человек, ты же взрослый мужчина, ты обязан сделать именно так, а не иначе. Это не приведет ни к чему. То есть лучше, если вы подойдете и скажете, послушай, я хочу, чтобы было вот так, так и так. То есть взывать к каким-то нормам, которые на самом деле для человека особого, значения не имеют, не надо. Потому что если вы готовы объяснить человеку, что вам хочется, а чего вам не хочется, лучше сделать это в этом формате, чем жить, дуться, или пытаться манипулировать в том плане, что а вот другие, а вот в нашем обществе, а вообще вот принято, и так далее. Это не произведет того эффекта, который бы хотелось получить. Ну, конечно, позиция первая, вторая, третья, компот, кэп очевидность, она у нас на арене. Давайте смотреть ситуацию, прям перевернуться, карта отдыха хотела так жестко. Давайте посмотрим, не выпадет ли она сейчас. Ну, здесь вот, знаете, та ситуация, когда человек пытается быть взаимным. И здесь та ситуация, когда у человека тайной причиной его поведения может являться либо то, что он считает, что не додал в ответ чего-то, хоть хорошего, хоть плохого. И человек руководствуется принципом того, что надо быть взаимным. Называется, ну вы мне так, и я вам так. И раз вы себя ведете определенным образом, я тоже буду вести себя именно таким образом, именно определенным образом, и никак иначе. В человеке больше логики сейчас, чем каких-то вот просто, знаете, порывов непонятных, эмоциональных. Человек очень так вот настроен вполне себе адекватно. Но здесь главное, чтобы человек не зачитывался какими-то новостями, газетами. То есть вот сейчас ему не надо привлекать к тому, что происходит в личных отношениях, какие-то вопросы мирового значения, мирового характера, какие-то глобальные вещи. То есть жить надо своей жизнью и четко разделять, где у нас личная жизнь, где у нас какая-то политика и все остальное и не смешивать это в одну кучу. Здесь ключевое значение в том, что мухи должны быть отдельно, а компот должен быть отдельно. Тем более, что позиция компот. Ну и плюс ко всему, здесь может быть ситуация, когда на него, на задуманное лицо влияет человек до 40 лет, знака земли или огненного знака овен, может быть. И вот каким-то образом человек прислушивается к этому лицу и поэтому ведет себя именно так. Человек очень ориентирован на финансы, на решение какого-то финансового вопроса. Человеку хочется денег, у человека на сердце в принципе прохладно. То есть если вы думаете, что человек сейчас истерит и поступает вот именно так, как он поступает, исключительно из-за того, что он на эмоциях, то попрощайтесь с этой идеей, потому что у человека вообще нет сейчас эмоций. Он прекрасно понимает, что он делает. Он даже может проводить эксперименты, он даже может смотреть, а как вы будете реагировать на вот такое действие. А как вы будете реагировать, если, допустим, я поступлю по-другому. То есть человек может пытаться вас просчитывать или просто вернуть те долги морального и материального толка, которые, как он считает, возникли в этой ситуации и с определенным человеком. Не более того. Ну, вы знаете, здесь человек достаточно тоже консервативный, спокойный. У меня ощущение, что вот эта позиция, которую мы сейчас смотрим, она как будто бы является неким логическим продолжением другой позиции предыдущей, которую мы уже с вами посмотрели. И мы видим именно продолжение того, что происходило там. Человек пока что не принял никакого решения. У кого-то может реально встать вопрос о сохранении беременности или аборте. То есть вот здесь может быть такая ситуация, когда человек пытается взвесить все за и против. И если возникла беременность у кого-то, то здесь не всегда человек рад. Радости здесь нет. Здесь есть четкое восприятие того, что будет дальше. Человек пытается далее просчитывать какие-то ходы. Также если говорить для кого не актуальна тема деторождения, потому что, понятное дело, люди разных возрастов с разными целями жизненными смотрят. То есть когда говорится о проблеме, о теме, о вообще вопросе деторождения, это значит, что для кого-то из тех, кто смотрит этот расклад, он актуален. Но для всех остальных здесь такая ситуация, человек пытается понять для себя. И причиной его поведения может быть то, что он еще не решил то ли возобновлять и попытаться сначала все отстроить, то ли разрушить все до нуля. Человек находится в состоянии неравновесном. Его пока что качает в одну, в другую сторону, в одну, в другую сторону. И вот этот эффект вы как раз таки и видите в этом раскладе. Он пытается стабилизироваться. Здесь на ближайший месяц, смотрите, человек, если вы были в разлуке, например, может вернуться к вам, человек может, если вы сейчас в отношениях, то человек, наоборот, может резко вдруг попытаться дистанцироваться и уединиться. И вообще карты говорят о том, что если эта ситуация и не закончится в ближайший месяц, то она может очень четко пройти свой этап. И она может впасть в паузу. То есть здесь будет какая-то остановка. и пока что поговорка лучше ужасный конец, чем ужас без конца не реализуется. Будет еще продолжение, но продолжение это будет спустя определенное время, то есть спустя какой-то перерыв. Потому что в ближайший месяц вся ситуация идет к тому, что на какое-то время будут либо прекращены отношения, либо человек просто вернется к вам. Если он не уходил, то тогда наоборот может дистанцироваться, уйти в себя. И вы должны понимать, что вы еще вернетесь к решению этого вопроса. И это будет возможно не в ближайший месяц. Что же вам делать в этой ситуации? Предостережение и совет. Вот смотрите, здесь какая ситуация. Карты говорят о том, что... Ну-ка, чего перевернулось-то? Ну-ка, вопрос в детях. Прежде всего преследуйте цели и выгоды детей. И если даже на себя надо будет немножко надавить в каком-то аспекте для того, чтобы ребенку было лучше, то надо будет это сделать. Прям картина у нас такая получилась на полотне. Очень нравится мне этот эффект. Если говорить о том, что может происходить в плане предостережений, да, что карты вообще говорят вам по этому поводу, то карты говорят о том, что не надо тянуть человека в какие-то правила. Не надо пытаться затаскивать его в состояние семьи, в состояние определенности, да, вот кто мы друг другу скажи. Потому что если человек не показывает, если человек не определился, то это тоже для вас ответ. Потому что карты говорят о том, что вы должны извлекать уроки уже из того, что вы видите на сегодняшний день. Потому что отсутствие ответа на самом деле это тоже ответ. То есть если вы разговариваете и говорите, что ты решил, а человек ничего не говорит, то возможно, либо у него реально нет этого решения, и тогда зачем вам нужно то самое в проруби, то самая субстанция, которая не знает, к какому берегу ей прибиться. А если это ситуация, когда человек определился, но не может вам сказать, то вы по его поведению уже будете видеть, даже если он или она не будет говорить вам о своей определенности, что человек решил. Отсутствие ответа это тоже ответ. То есть это тоже определенный результат. И здесь вам нужно учиться делать выводы, исходя из того, что вы видите, а не исходя из того, что вам говорят. Потому что если человек, например, не показывается по месяцу, там по три недели, не звонит, не приходит, не пишет, игнорирует вас каким-то образом, то в дальнейшем вы можете понимать, что человек, наверное, захотел бы, нашел время для того, чтобы сделать какие-то шаги. Тем более, что человек очень логичного склада характера. И даже если вам кажется, что это какой-то артист погорелова театра, и он достаточно эмоционален, то вы можете ошибаться в этом плане. То есть человек может вам транслировать то, что вы хотите видеть. Или вы можете видеть только то, что для вас актуально и то, что для вас желаемо. Поэтому здесь карты говорят о том, что скорее всего вот эта ситуация, которая сейчас сложилась для вас, она может затянуться на какое-то достаточно длительное время. На срок до 3-4 месяцев может еще зависнуть, залипнуть как-то эта ситуация и в этом ключе, в этом направлении двигаться. Поэтому старайтесь не втягивать в то, что обязательно. То есть из области обязалова не накладывайте на человека никаких требований. Это будет очень-очень даже актуально. Для тех, кто еще не видел, на канале на днях вышло видео про расклад в дар. Кто и на каких условиях может получить. Поищите в плейлисте гадания на Таро, общие расклады его или просто зайдите на канал в раздел видео и там вы увидите иконку, превьюшку, на которой написано расклад в дар кому и как. Расклад в дар оранжевым, кому и как голубыми буквами. Вот под это видео проходите, слушайте, как и кому и на каких условиях можно получить этот расклад. Потому что я столкнулась в прошлый раз, когда был расклад в дар с ситуацией, что не все и не сразу увидели это видео почему-то. Для того, чтобы видеть, нужно подписываться на канал, тогда и жать на колокольчик, ставить все уведомления, чтобы приходили и вы будете видеть, что происходит, какие изменения, когда бывают расклады в дар и так далее. То есть вы не будете пропускать эти знаменательные моменты. Естественно, для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад для себя, в прикрепленном комментарии в пункте 3 ссылка на видео, в котором подробно рассказывается, каким образом расклад для себя можно получить. И конечно, на комментарии ваши под этим видео, на адекватные хорошие комментарии я всегда с радостью ставлю сердечки-талисманчики, которые будут приносить вам удачу в вашей ситуации и охранять вас от всяческого негатива. Я желаю вам удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok